Итак, привет, народ, и мы начинаем эпизод «Нет пути назад». Вы готовы, ребята? Вы точно готовы? Нет, вы не готовы, вы не поставили лайк, вы не сделали репост ВКонтакт. Сделали? Теперь вы готовы. Будем переводить, серии будут где-то минут 20, каждая будет выходить одна за одной, так что не волнуйтесь. Придется, конечно, потерпеть, они не будут выходить прям мгновенно, так что досматривайте одну серию, и, скорее всего, уже будет выходить следующее. Постараюсь пройти все подряд, ну, как постараюсь, я пройду, я пройду сейчас все, так что смотрите, ребята, надеюсь, вам понравится, не ставьте дизлайки, пожалуйста, потому что что-то очень зачастиливое. В любом случае, вперед, ребята, вперед, готовьтесь. Я готов. И да, если я нажимаю на паузу, значит, я не успеваю переводить, поэтому не пишите, хватит нажимать на паузу. Если я буду реже нажимать, я буду что-то пропускать, а вы же не хотите, чтобы я пропускал кусочки диалога. Так что, просто объясняю. Пауза мне нужна, иногда я не успеваю. Ранее в ходячих мертвецах. Убивать одного, чтобы спасти многих, это часть выживания. Мне только нужна минутка. Я должен был тогда тебя убить. Когда я смотрю на Кенни сейчас, он просто кажется сломленным, а такие люди могут совершать необдуманные поступки. Вот. Спасибо. Если все пойдет тухло, тогда убирайся отсюда. Кидай оружие или я сейчас буду стрелять. Бросай, бросай, бросай. Не надо тут со мной, давай. Всем успокоиться. Это не должно... Я просто перепрошел, потому что, может быть, вы видели финал, но в итоге я перепрошел, и да, получается, что Кенни застрелил Кристу, и обойти это было нельзя, ребят. Это неминуемо. Просто вот, чтобы вы не сделали, все равно ее убьют. Игра, конечно же, ведет себя так, как мы, в зависимости от наших... От нашего выбора. Был выстрел, что же, сейчас узнаем, выжил кто-либо или нет. И вообще, что было дальше после этой пальбы. В меня попали, в меня попали! Майк, иди сюда! Клем! Иди нафиг! Ты начал все это! Спасай ребенка, Крементина! Эй, ты чего творишь? Крементина! Прячься! Я рвану за ребенком. Видите, мы его смогли спасти. Твою шмать! Я его там даже не увидел. Хорошая работа, Клементина. Черт тебя, дери. Ладно. Нам нужно что-то сейчас сделать. Нас тут прижали. Мы не можем просто сидеть здесь, пока эти... Пока эти парни нас тут обстреливают, как уток в садке. И ждать, пока у них кончатся патроны. Давай, Кенни, пусть Кенни разберется. Просто сиди здесь. Ну ты сделай что-нибудь. Просто сиди здесь. Просто сиди здесь. Тебе же голову снесут. Мы не можем просто тут сидеть. Все не должно идти намного хуже. Вы просто должны уйти. По-английски говори, ублюдок. Я ублю каждого из вас. Нам нужно просто добраться до той стороны стеней. Тогда, может быть, у меня будет хорошая позиция для обстрела того парня. Просто стреляй в сторону его деревьев. В сторону деревьев, где он находится. Да, хорошо. Я попробую. Я попробую. Дай мне что-то, чтобы подумать. Я попробую. Дай мне что-то, чтобы подумать. Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Мне нужно просто, чтобы ты отприклаивал. Давай. Вперед. Эй, ты с чего? Люк, нет. Ты в порядке. Прости меня. Ты должен сидеть внизу. Люк. Прости меня. Мне жаль. Не твоя вина. Ну, пойм... В ногу зацепил. Ну, я думаю... Прошла насквозь, черт. Дерей, я не знаю. Буду в порядке. Я думаю, справлюсь. Не стреляй к тому парню. Арва-то ничем не заслужил смерть. Нет, отпусти меня. Выходи отсюда. Или я застрелю мальчика. Заткнись. Что ты делаешь? Это не твоя вина. Это не его вина. Отпусти его. Отпусти его. Отпусти его, Кенни. Нет. Я тут все закончил. Выходи сюда. Сюда. Сейчас же. Давай, асподелись со мной, мальчик. Что, блефуешь? Выходи. Черт. Я должен посмотреть, если с ней все в порядке. Хватит ёрзать, черт я дели. Нет. Наташа. Наташа. Нет. Пожалуйста. Кто же? О, привет. Давно тебя не видел. Как дела? Безопасно, можете выходить. Вот, держи. Боже ты мой. Это... Был напряженно. Я думал... Чувак. Я думал, все уже. Да, для этих ублюдков. Спасибо, что вернулась. Ты в порядке. Я до сих пор злюсь. Спасибо, что вернулась. Я не знал этого человека. Я никогда не убивал того, кто не напортачил... В общем, не сделал для меня ничего плохого. Он этого не заслужил. Я пыталась представить себе, что это зомби, но... Это другое. Он заслужил, он спас нас... А ты нас спасла, прости меня. Он заслужил. Я не думал, что все будет так. Он заслужил, а то он пытался нас убить. Да. Поэтому я это и сделала, но... Такое ощущение, что что-то не так. Давай. Ты все еще можешь уйти. Уверенны? Насчет этого. Я уверен на 100%. Пошли. Как-то все произошло. Она обратилась. Просто вот так вот обратилась. Не винися, Кенни. Ты сделал то, что нужно было, чтобы защитить мальчика. Она протягала слишком много крови. Это не чья вина. Да, мы, конечно же, могли бы справиться. С этим. Она была хорошей матерью, нам нужно идти. Она теперь с Альбином. Она просто была уже слишком далеко. Она теперь с Альбином. Да. Да, так и есть. Не волнуйся, Бека. Я позабочусь о твоем мальчике. А ты расслабься. Ты кусок дерьма! Эй, эй! Хватит! Ребята, все, отстаньте. Все хватит, мужик. Он тебя не угрожал. Как ты можешь такое говорить? Конечно же он мне угрожает. Уйди с дороги. Эй, ты что творишь? Так, он по нам не стрелял. Его сестра мертва. Уйди с дороги, Майк. Я делаю то же, что этот ублюдок пытался сделать с нами. Он не стрелял по нам. Тот парень мертв. Потому что у него нет пушки, а ты не знаешь, что у него не могло ее быть. Ну, ее не было. Так, эээ... Оставь его. У нас есть дом, еда, пожалуйста, пожалуйста, я могу вас взять с собой. Ты врешь. Нет, нет, это правда. У нас есть место, недалеко. Еда. Видишь? Видишь? Хочет помочь. Да не дури меня. Он просто пытаешься свою шкуру спасти. Почему ему нам помогать, а? Я не хочу видеть еще трупы. Тогда закрой глаза, я тебе быстро все обеспечу. Кенни, уйди отсюда нафиг. Он лжет, нам нужна еда. Я думаю, ему можно верить. Если он говорит правду, это могло бы спасти нас всех. Я думаю, мы можем уверить. Он хочет жить настолько же сильно, как и мы. Рискнуть стоит. Поверь ему. Веришь ему, не веришь ему, плевать. Нам надо пойти туда, в любом случае. Просто нужно быть осторожными. Это, наверное, недалеко. Ты в это не лезь. Ты причина, по которой эти ублюдки за нами пошли в первую очередь. Не пытайся на меня все повесить. Это и моя вина. Это и моя вина. Уйди, Кенни. Она просто помогла нам. Я была там с ней. Это и моя вина. Подумай о ребенке, Кенни. Ребенок милый, кстати говоря. Если там есть припасы, нам они нужны. Мы так долго не протянем без еды. Мы должны попытаться. Ну, если у кого-то нет плана получше. Мы можем этого говноеда чем-нибудь перевязать? Завязать, вернее. Связать, точно. Да, у меня кое-что есть. Следуй за мной, пожалуйста. Да, чувак, он все понял. В принципе, я ожидал чего-то подобного. Правда, мне интересно, как они так разошлись, что в итоге кто-то за деревьями оказался. Кто-то живой, кто-то мертвый. Ну, смотри, наверное, ты немножко разозлился с того, что я ушла. Когда услышал выстрелы, я знал, что это была ошибка. Если тебе от этого станет легче, я думаю... Я обычно ухожу по-хорошему, но на этот раз я так не сделала. Я пошла против своих инстинктов. Ну, что, хочешь печенюшку? Я рад, что ты вернулась. Ну, сарказмом не будем говорить. Ты нам нужна. И я пошла наперекос, потому что видео. Ты нам нужна. Ты нам нужна была, но ты ушла. Откуда ты знаешь, что это все не произойдет снова? Поверь мне или нет, я хочу, чтобы все сработало на отлично. Все, что могу сделать, пообещать тебе, я тебя больше не брочу. Что, если честно, я никогда раньше не делала. Ну, хотя стоило. Пару раз. Тебе не нужно постоянно целиться в него пушкой. Он никуда не уйдет, Кенни. Тебе не нужно напрягать руку так сильно. Я волнуюсь за Кенни. Он... Он... Ему очень плохо. Нужно за ним следить. Все, что он прошел, он потерял. Это его меняет. Чего-то не успел ответить. Ну, ладно. Ты единственная, кому он верит. Кому он на самом деле верит. Это значит, что тебе придется оплатить за все это. Он на тебя рассчитывает. Я сделаю все, что смогу. Может быть, слишком поздно. Он с этим справится. Я сделаю все, что смогу. Если мы не сможем все это наладить, я сделаю все, что смогу. Я знаю. Давайте, слоу-поки. Субтитры сделал DimaTorzok Постой, постой. Нам нужно остановиться. Нет, нет, я в порядке. Мне просто нужна секунда. Извини, я просто... Я слишком... Я вес перенаправил на ногу, а не надо было. Ладно, хорошо. Ждем здесь. Эй, что я сказал? Когда я тебе что-то говорю, ты должен, черт возьми, слушать. Понял? Кенни, успокойся. Не нужно же так поступать. Он получает то, что заслужил. Я с тобой, блин, разговариваю. Он ты заслужил, оставь его в покое. Он понимает. Я сказал, остановиться, ты должен останавливаться. Кенни, он понимает. Просто будь на чеку. Я сейчас поговорю с Кенни, он не должен обращаться с ним таким образом. Он уже перед себя достаточно, да? Да, да. Иди говори с ним. У меня тут есть клемм, если мне что-то потребуется. Да? Просто... Можешь взять ребенка? Хорошо. Ребят, что с вами такое? Что ты имеешь в виду? Каждый мужик, которого я знаю, все им пытается показать друг другу, кто из них пожестче будет. Пытается поставить их на место. Куча доминантных, альфа-санцовых кусков лошадиного дерьма. И всегда кончается все одинаково. Не смотри на меня. Я не тот парень. Я тоже заметила. Они не все такие. Они просто напуганы. Но это неправда. Ты тоже так поступаешь. Они просто напуганы. Тогда это и происходит. Они не хотят это делать, да? Понимаю. Ну, я думаю, тут нужна женщина, чтобы вбить немного смысла в них. Похоже, Джейн там все раз... Похоже, Джейн все разрулила. Держись. Продолжай давить, ладно? Я сейчас найду немного... бинтов. Эй, Бонни. Эй, Бонни. Да? Я прощаюсь. Прости. За что? Скоро вернусь. счет возьми будешь в порядке как самочувствие ты выглядишь дерьмо будешь порядке не волнуйся все будет хорошо с тобой люк если кто держится более-менее все остальные уже вообще ну еще вот тот чувак который на ли похож я забываю им тоже держится ну и . которая нам помогла тоже держится все остальные давно сломлены как мы добрались сюда что ты имеешь ввиду мы шли пытаясь об этом не думать я обракатился на дерево получил пулю в ногу но жив когда многие так много из мы многие из моих друзей умерли фактически без причины я не смог ничего сделать чтобы остановить их оставить это каждый из кем мы шли вместе они просто умерли ник питт альвин и бэка карл сара это не была твоя вина они не умерли понапрасну и все девушек и за что они не умерли понапрасну я бы хотел в это верить я мог сделать больше и это даже обсуждать не стоит я это чувствую своим естеством и мне придется с этим жить ладно вроде все сработает идеально что пропустила ты ничего особенного холода от ничего важного по словам жалуюсь мы просто говорили о том как холодно да хожу что тесть от крутая куртка я думаю что все это отойдет с небольшим количеством мыла и воды я порядке и клим посмотрели если сможешь поменять повязки на раннике не а я предложила но ему не хотелось чтобы я это делала это может быть противно ладно я не знаю позволит ли мне хорошо но ты знаешь лучшим я хорошо вот молодец будет вонять но только секунду но прочесть зато проще страну а вернее будет сжечь секундную стран почесть а я знаю что сделает она она у него ну там затянется рано зато живет давай а вы стекли выгода я думаю мы назовем его альвин младший что ты думаешь ребеку поменула что хотел бы назвать у альвином если он будет мальчиком его родителям это бы не понравилось да это довольно интересно мне нравится аминь ну да мне нравится альвин младший да нравится я думаю эй джей одобряет что у тебя там я думаю что в полном порядке что же в полном порядке такие не или нет мы узнаем в следующей части ребята не забывайте ставить лайк подписываться на канал также дают репосты к себе на страничке вконтакте этого видео и в следующей части продолжим и узнаем чем же дело-то кончилось пока